Детские сады уже вовсю готовятся к открытию. В полном режиме они заработают с 20 августа. Санитарные нормы, конечно, прежде всего. Наш корреспондент Шамиль Гуриев побывал в детсаду номер 40. При входе в детский сад на стене находится уже знакомый для всех санитайзер, с помощью которого можно обработать руки. Далее родители проходят вперед и им бесконтактным способом с помощью вот этого прибора измеряют температуру. Все показатели заносятся в журнал. Кстати, детям в саду измеряют температуру три раза в день. Я добавлю, что на полу есть уже социальная разметка, на стендах вся необходимая информация по ковиду, указаны все меры профилактики, которые необходимо соблюдать. Говоря про дезинфекцию, то в детском саду все поверхности проходят регулярную обработку, а в группе находится дозатор, прибор, с помощью которого обеззараживается воздух. Какие еще есть меры защиты специфические, мы узнаем у директора детского сада номер 40, Людмила Павловна Тороповая. Людмила Павловна, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, до назначения даты об официальном открытии, в каком режиме вы работали и насколько готовы к тому, чтобы принять детей? Детский сад работал в режиме дежурный групп. Мы сегодня работаем в этом режиме. На сегодняшний день в этом учреждении 128 детей. Все нормы СНПИНа соблюдаются. Мы готовы принять детей 20 августа и для этого мы готовы открыть музыкальный, спортивный зал и бассейн. Дети будут их посещать по графику, будет вестись обработка, санобработка в музыкальном, спортивном зале, проветривание детей. Обрабатываться будут не только зал, там дверные ручки, но также те пособия, которые будут использовать дети. Дети чаще всего, конечно же, прикасаются к игрушкам. Что вот будет с этим моментом сделано? Игрушки, как обрабатывались до карантина и в период карантина, естественно, они также будут обрабатываться. Игрушки мы обрабатываем два раза в день раствором альпиники. Находится у нас в достаточном количестве, как бы у нас есть запасы пятидневных, тех медикаментов, которые на сегодняшний день нам необходимы. Педагоги обрабатывают не только игрушки, которые находятся в группе, и те пособия, которые находятся на улице. Спасибо, Людмила Павловна. Желаю успешного открытия детского сада. Спасибо. Наш корреспондент Шамиль Гулиев проверил меры санитарной безопасности в детсаду номер 40. Продолжение следует...